Всем привет! В этом видео поговорим о том, что англосаксы втягивают всю Европу в военный конфликт с Россией. Англосаксы определились с планом борьбы за сохранение глобального доминирования в мире. Они не придумали ничего лучше, как натравить на Россию страны Европы. Вероятно, англосаксы посчитали, что раз Наполеон и Гитлер смогли почти победить Россию, то в случае объединения усилий всех стран ЕС Кремль должен капитулировать и выбросить белый флаг. Сами англосаксы по традиции участвовать в войне с Россией не планируют. В самом начале российской спецоперации секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что англосаксы хотят в будущем столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии. Спустя два года этот прогноз стал притворяться в жизнь. В этой связи характерно, что британские СМИ параллельно с выходом новостей об активной подготовке стран Европы к войне с Россией стали активно писать о скором выходе США из НАТО и о серьезных проблемах в британской армии, которые полностью исключают ее участие в будущем конфликте с Россией. Вчера исключил участие в конфликте с Россией блока НАТО генсек указанной организации Столтенберг, заявившей в Стокгольме о том, что он не видит никакой военной угрозы со стороны России. Зато такую угрозу усмотрели и американские и британские сателлиты. Агент клана Ротшильдов и по совместительству французский президент Макрон на время отбросил другие дела и занялся, по его словам, созданием военного альянса из европейских стран для последующей отправки войск на Украину. Дурную идею Макрона решительно поддержали прибалтийские государства и Польша. Власти указанных стран своими поступками ранее доказали свою готовность к полному и безоговорочному выполнению приказов, исходящих от Лондона и Вашингтона. На этом пока, правда, все. Очевидно, что силами прибалтийских армий и Польши ситуацию на украинском фронте не изменить. Тем более с учетом того факта, что Франция не сможет направить свою армию ввиду отказа всех политических партий поддерживать предложение Макрона. В этих условиях англосаксы усилят давление на другие страны Европы в попытке склонить их руководство к необходимости ввода войск на Украину. Население Румынии и Болгарии, Чехии, Словакии и Венгрии вновь попытаются запугать возможной сменой прозападного на коммунистический авторитарный режим. Ну а главной задачей англосаксов станет активное вовлечение Германии в украинский конфликт. Если они не смогут прогнуть Шольца и надавить на немецкие элиты, которые за ним стоят, то большой войны в Европе не будет и значительная часть Украины в будущем войдет в состав России.